В современных результатах, которые надо поделиться с общественностью. У нас эта лекция получилась скорее детская. И множественное число может быть тоже вполне уместно, потому что автор здесь один, но это тот, кто читает. А авторов у него много. Дело в том, что это занятие действительно получилось детским. Есть такая школа юных исследователей, действующая на базе Нижегородского научного центра. Эмблемку вы видите сейчас на слайде. И там детишки приходят к ученым, занимаются с ними. Причем, естественно, не моего возраста. Мне уже трудно с ними общаться, они у меня скорее внуки, чем дети. Поэтому они приходят к моим младшим коллегам, к аспирантам, к младшим научным сотрудникам. У них гораздо лучше получается коммуникация. И занимаются какими-то школьными, я бы сказал, опытами. Но они все как-то так из жизни, чтобы уж не очень скучно было, чтобы не холостично. И вот эта тема, тема электромагнитных излучений, опасного влияния этих электромагнитных излучений, она в общем-то актуальна. И по большому счету то, что сегодня вы пришли в этот зал, свидетельствует о том, что есть интерес. Причем, на самом деле, это уже вторая лекция на близкую тему. Буквально весной общественные знания проводила лекцию о мобильных телефонах. Но сейчас вот решили поговорить немножко пошире. Дело в том, что проблема-то она не только в мобильных телефонах, а вообще в том электромагнитном фоне, который в последние годы вырос очень стремительно вокруг нас. И если в XIX веке известная история, лорд-канцлер, тогда лорд-канцлер, впоследствии премьер-министр Британии лорд Гладстоун спрашивал Максвелла, «Чем вы тут занимаетесь этим электромагнитизмом? Какие-то салонные опыта?» Абсолютно непонятно. Зачем? Что из этого вообще выйдет? Понимаете, это было буквально, так сказать, чуть больше 150 лет назад. И Максвелл ничего другого не нашел ответить, поскольку он был тогда не премьер-министр, а именно наш фильм, лорд-канцлер. Он сказал, вы знаете, будете получать за эти налоги. И вот действительно эта жизнь сейчас привела к тому, что от этого получают немало и налоги. Эта сфера развелась фантастически. Это и радио, и телевидение, и мобильная связь, и очень много всего. Ну и, соответственно, этот фон начал беспокоить нас. Я занимаюсь профессиональной разработкой высокочувствительной приемной аппаратуры. И мы как-то почувствовали, что заниматься этой разработкой здесь, в Нижнем Новгороде, ну, можно, но, наверное, в 3 утра. То есть вот в 3 утра, когда коммуникация достаточно понижена, еще можно увидеть некие шумы собственные наших приемников, которые мы измеряем. А вот уже в остальное время мы видим наводки и видим всевозможные сигналы, которые приходят от всевозможных источников. И, собственно, беспокойство у людей есть по поводу этих вредных излучений. Но я здесь не профессионал. Здесь присутствуют профессионалы, которым и нужно адресовать этот вопрос. Насколько это вредно? Какие процессы могут развиваться? Я буду здесь, ну, как это, как в меру начитанный индивид, рассказывать, чего мне удалось на эту тему прочитать. Но отвечать за это я, конечно, не в состоянии. Причем вопрос чтения этих материалов тоже носит особый характер. Если вы зайдете в нашу любимую большую помойку, в интернет, то первым делом на вас выводится полная лукошка всевозможных средств защиты, которые вам предлагают сейчас купить. Причем там и в Юм-Марте, и в любом электронном магазине можно и живьем. Нет проблем, пожалуйста, господа. Покупайте, и будете надежно защищены от всех излучений. Ну, поэтому мне бы хотелось начать с того, чтобы представить вот эту картинку. А что же это такое за электромагнитные поля, и что они из себя представляют? Ну, все-таки мы с вами в техническом университете, и хоть вроде как лекция школьная, я не буду вдаваться глубоко в природу электромагнитных волн, тем более, что она окружает нас всюду. И она является источником нашей жизни, если хотите. Наше солнышко – это основной источник электромагнитных волн, причем очень широкого спектрального диапазона. И солнышко-то как раз и задает тот естественный фон, к которому мы, как живые организмы, привыкли, в котором мы появились, эволюционировали, дошли до жизни какой. Поэтому все, что выходит за рамки естественного фона, вообще говоря, подлежат изучению и исследованию. Потому что, может быть, оно будет вредным, а может и полезным. По крайней мере, те мои любимые миллиметровые и субмиллиметровые волны, которыми я занимаюсь уже больше 30 лет, имеют серьезные терапевтические эффекты, полно конференций, на которых рассказывают, как речат почки КВЧ-терапии. Вот этот термин дурацкий КВЧ, я его ненавижу, потому что он вообще пришел от секретных физиков, когда диапазон не называли в частотах, не называли в длинных волн, а называли какими-то условными ВЧ, НЧ, СВЧ. Но СВЧ, вы понимаете, что это диапазон, вы сейчас видите всю эту линейку, это и радиоволны, начиная с НЧ, средние частоты, высокие частоты. И когда вдруг появились частоты выше СВЧ, а СВЧ, вы понимаете, это сверхвысокие частоты, какой-то, так сказать, идиот, сидевший в спецотделе, решил зашифровать эти волны как крайне высокие частоты. Но мы с вами опять же взглянем на эту шкалу, которая перед вашими глазами, края здесь не просматривается. Это всего-навсего некий промежуточный диапазон длин волн, конкретно кратковолновая часть миллиметрового и субмиллиметрового, начало субмиллиметрового диапазона волн, которые простираются дальше в инфракрасный, вообще говоря, диапазон инфракрасный смыкается с привычным для нас видимым участком спектра, в котором мы с вами хорошо все видим глазками. Ну а дальше ультрафиолет и всевозможные жесткие излучения, рентген. Наверное, нет нужды говорить, уж если тема лекция про защиту, наверное, нет нужды говорить про волны рентгеновские, скажем, да. Вы все прекрасно знаете, захаживаете в рентген-кабинет, видите, все обложено свинцом, и знаете, что экспозиция должна быть очень коротенькой, потому что вредное влияние этого излучения очевидно, хотя, с другой стороны, оно же имеет и полезную роль, а диагностическую роль для медиков. Поэтому говорить о вредных излучениях, наверное, некорректно. Оно полезное, но просто надо знать, что это такое. И цель сегодняшней лекции, по большому счету, просто, ну, как бы, так сказать, немножечко повысить вот тот самый уровень знания и понимания проблемы, и не более того. Так вот, кстати, здесь есть еще, я вот нарочно посадил красным цветом, так называемый террогерцовый диапазон глинбола, но на эту тему есть аж специальная тема, тоже в лекциях общества знаний, может быть, как-нибудь мы с вами на эту тему поговорим отдельно. Вот, это чрезвычайно интересный диапазон, он сейчас пока еще не вполне освоен. Вот, лежит как раз ровно в промежутке между привычными радиоволнами и оптическими волнами. И с точки зрения техники, это некая комбинация и методов аппаратуры. Ну, а с точки зрения влияния и воздействия, тоже пока еще до конца неизвестно, но точно известно, что характерный размер молекул, последовательно и спектральные особенности колебаний всевозможных таких жизненных молекул, начиная от простых, там, вода, кислород и другие молекулы, так и всевозможная биоорганика, они лежат как раз в этом диапазоне. Поэтому здесь очень много интересного может быть, но это выходит немножко за рамки сегодняшнего разговора. А это спектр нашего солнышка. Каждое нагретое тело, причем под нагретым я подразумеваю даже тело, имеющее температуру, скажем, минус 270 градусов, оно тоже нагретое относительно абсолютного гуля, и все эти тела, нагретые, как мы договорились, имеют определенный спектр. Так вот, у тела нагретого до 3-4 градусов максимум этого спектра лежит в микроволновах, как раз на рубеже этого терогерцового диапазона. А у тела нагретого, поверхность Солнца, кстати, нагрета примерно до 6000 градусов, так вот, у тела нагретого до этой температуры, оно лежит, вот видите, как раз в том самом видимом участке спектра, где наши глазки с вами и видят. Вот, и здесь еще наложены несколько особенностей, связанных с атмосферой. Дело в том, что не было бы атмосферы, нам бы не только не было чем дышать, но я боюсь, что и солнечная радиация во всех ее проявлениях, имея в виду уже не только электромагнитную часть, но, если возможно, и энергичные частицы, заголбали бы нас по маковке-доскорде. Вот, поэтому наша атмосфера, включая озоновый слой, включая, так сказать, прочие слои, они нас надежно защищают от многих вещей, вот вы видите, даже с точки зрения электромагнитных волновых излучений, много чего удается вырезать. Итак, все-таки, с точки зрения влияния и защиты. Я бы хотел остановиться, ну, как я уже сказал, про революген говорить особенно нечего. Ну, два слова можно сказать про линии электропередачи, про всякие низкие частоты, супернизкие частоты. Это, как бы, так сказать, более-менее известно. Вот, но микроволны и терагерцы, как я уже сказал, предположительно, здесь много чего интересного, но, поскольку аппаратуры-то нет, ведь, понимаете, пока не было мобильников и не было темы о нем говорить, в терагерцовом диапазоне пока что ничего практически нет. Поэтому, наверное, говорить тоже не о чем. А вот, кстати, об оптике и ультрафиолете, ну, два слова тоже сказать, по всей видимости, стоит. Итак, два слова про низкочастотные. Существуют совершенно внятные санитарные нормы и правила, которые диктуют предельные расстояния, на которые можно приближаться и жить рядом с линиями электропередач. К сожалению, вот я тут картиночку привел, эти нормы тоже рядом не исполняются, поэтому здесь я просто хотел бы вас, господа, предупредить, что, строго говоря, стоимость жилья, стоящего под линиями электропередач, может быть, идти с большим дисконтом, вы можете в сторону торговаться. Нормы здесь есть. Кстати, для всех желающих эта презентация будет и выложена на сайте общества знания, и если вам будет желание, пожалуйста, скопируйте, возьмите, используйте, тиражируйте. Этого нисколько не жалко, поскольку здесь очень много всевозможных данных. Так, что-то оно не хочет ехать. Оно подвисло. Ну, будем говорить дальше, это не страшно, так сказать, презентация – это некий параллельный ряд. Следующий диапазон, на котором тоже два слова следует сказать, и там будет слайдик, это ультрафиолет и оптика. Когда у меня были маленькие дети, первым делом мы сделали хорошую кварцалу лампу, тогда еще их купить было не очень нельзя, и кварцевали помещение, кварцевали детишек, все было хорошо, да, вот мы уже туда и пришли, туда надо. Ну, правда, вот наша мама ответственная решила завод себе сделать, и не очень разумно отдазировала. Она ходила совершенно вся, перезагорелая, и грязно ругалась на нас, что вредная у вас лампа. Коллеги, лампа не вредная, надо совершенно четко соблюдать дозировки, и больше ничего. Ну, скажем так, используют защитные средства, очки, маски и так далее. Но наши школьники, которые ходят к нам в школу юных исследователей, они копнули немножко дальше, они копнули уж совсем в наше спокойное место, за которое мы совершенно уверены, это лампоосвещение. Все мы с вами сидим здесь под изруганными вхлам лампами дневного света, оно действительно так, эти лампы и неэкологичны, поскольку содержат ртуть, правда, все лампы в этой аудитории содержат ртуть и меньше, чем в одном градуснике, но это не важно, когда, так сказать, весь город везет эти лампы на помойки, но на помойки эти градусники скопятся очень много. Но сегодня, опять же, тема про излучение, и вот здесь, ребятишки, очень интересную вещь выявили. Я, опять же, не берусь судить, не берусь, так сказать, говорить, насколько это хорошо или плохо, поскольку я не специалист физиологии зрения, я только знаю одну вещь, что наш с вами глаз формировался из какого-то там клеточного ансамбля в течение долгих лет, эволюционировал в условиях спектрального излучения нашего Солнца, которое я вам показывал. Это некий плавный спектр, лежащий, так сказать, в известном участке спектра, электромагнитных волнов. Он здесь показан пунктирной линией на трех графиках, куда вы можете видеть, а дальше, ребят, просто взяли спектрофотометр, и посмотрели, а что же излучают всевозможные типы лампы. Вот просто без комментариев, чисто как экспериментаторы. Объяснять это дело, хорошо или неплохо, должны говорить другие профессионалы. Но заведомо видно, что если обычная лампа накаливания дает такой же плавный спектр, собственно, оно и понятно. Это нагретый, к сожалению, не до 6000, не до 5000, поскольку нет таких металлов, в раму, так сказать, 3000 тянет на дальше никак. Так вот нагретый, несколько ниже Солнца, кусок металла, который светится в соответствии с... Ну, не важно, так сказать. Важно, что особенности спектра вот этих ламп, которые нам всем, так сказать, активно и интенсивно внедряют вместо лампы накаливания, такова, что это набор очень резких спектральных линий. Причем здесь можно обмануть зрение. Если взять несколько линий и сбалансировать эти линии между основными цветами, то, в общем-то, восприятие будет вот то самое почти солнечное. Хотя здесь, вот вы видите, оно явно сдвинуто в синий цвет. Ну, бывают они так называемые теплые, которые отдельными палками сдвинуты куда-то в другое место. Но, вот, коллеги, так сказать, есть такая особенность. Поэтому я решительно против того указа президента, который предписал нам жестко отказаться от этих ламп. Да, я понимаю, в общественных листах, где экономия, так сказать, денег и все такое, может быть, это и оправданно, но я полагаю, что гражданин, понимая это дело, может, имеет право обеспечить себе комфортное существование при том свете, который ему бы хотелось иметь. Ну и здесь есть сейчас некоторая надежда. Ребята, в лампу исследовали и светодиодные лампы. Они пока, к сожалению, не конкуренты с точки зрения цены. Они очень дорогие. Но вы можете видеть, что спектр гораздо глаже, то есть гораздо ближе. И сейчас делают такие композиции, которые, по большому счету, уже и экономны, причем экономнее, чем эти лампы газоразрядные. И к тому же они оказываются более-менее с гладким спектром. Ну вот это надо отчетливо знать, понимать и использовать в своей практической жизни. Но все-таки красным цветом в том перечне волн был выделен радиочастотный диапазон. Я выпускник радиофака Политеха, поэтому это мне родное и более-менее понятное. И здесь, на сегодня, вот эти радиочастоты, они как раз, так сказать, и влетели стремительнейшим образом в нашу жизнь, перегрузив нас вот тем самым фоном, который драматически отличается от естественного фона, который дает хвост, спектральный хвост излучения солнышка. Здесь, конечно, и для меня, например, первый звонок был, когда еще только я начал работать с радиоастрономами, прошла информация в 50-х, 60-х годах в появлении фактически первых СВЧ-печек, что невозможно вести радиоастрономические наблюдения там, где эксплуатируют СВЧ-печки. Сегодня мы устроили некую демонстрацию для представителей наших СМИ и потыкали измерительным приемником в заэкранированную стенку закрытой, но работающей СВЧ-печки. Она показала совершенно, так сказать, жуткий уровень излучения непосредственно в непосредственной близости. Ну, чем хороша СВЧ-печка? Обычно ее даже не используют для приготовления пищи, а так разогреть там чего-нибудь быстренько, там, и 5 минут, и все. И более того, СВЧ-печку вы не прикладываете к уху, к сердцу или еще к чему-нибудь. Поэтому получается так, что СВЧ-печка, конечно, мощность имеет сотни ватт, в отличие от телефона, который имеет буквально 0,6-1,2 десятых ватт. Вы понимаете, разница очень большая. Но, тем не менее, мощность большая, она тоже, так сказать, вкладывает. А наши любимые коллеги, астрономы, которые мы часто ездим в Финляндии, обсерватории, медсаховья. Но мало того, что она вынесена, медсаховья, кстати, переводит на русский медвежий угол. То есть там рядом ничего просто нет. Она вынесена в лес, в лесном массиве, причем обнесена отчасти забором, правда забором только со стороны дороги. И только для того, чтобы повесить на этот забор табличку перечеркнутый мобильник. За полтора километра до обсерватории использовать мобильники нельзя. Высокочувствительная приемная аппаратура радиообсерваторий не будет работать вместе с этими поэтому, когда мне было надо позвонить семье, я брал свой мобильник, уходил за этот забор и общался. Вот такой вот, так сказать, способ защиты, он более-менее понятен. Также нам всем радистам понятен защитный способ, называемый экранная комната. В любом предприятии, занимающемся разработкой аппаратуры, есть так называемая экранка, которая защищает от всех, так сказать, полей. И, кстати, впервые я выбрал на чистую воду СВЧ-печку как раз, когда пришла мысль, ха, так самый простой способ защититься от излучения мобильного телефона, это засунуть его в СВЧ-печку. И оттуда он звонить не будет, вроде как. Ничего подобного, он зазвонил. Но, правда, здесь не только плохая изоляция СВЧ-печки, а сыграло роль то, что они все-таки работают немножко в разных диапазонах. И фильтрация, которую постарались сделать в производителе СВЧ-печек, она, естественно, заточена на узкий спектральный диапазон того магнетрона, который является источником СВЧ-печки. А мобильник работает немножко в другом частотном диапазоне. Иначе вы вообще не могли включить вашу замечательную СВЧ-печку, чтобы не убить связь в доме. Но в то же время существует сейчас на рынке и куча сомнительных предложений по этой части. Вот я тут даже картиночку привел. Вот вы берете какую-то игрушку, вешаете себе на грудь, на мобильник, на экран монитора, поскольку уже сейчас и компьютеры имеют тактовые частоты в гигагерце. Ну и раз там эти гигагерцы бегают в виде токов, то по известным законам они не могут не излучаться. Значит, они уже их и излучают. Поэтому вот это сонныще компьютеров, которое приведено на моей картинке, это тоже излучатель радиовол, причем могучий, это вы должны четко осознавать. Особенно могучий, если вы их решили связать не проводами, а сетью Wi-Fi. Несколько слайдов я привожу в этой презентации, фактически повторяясь в части своей лекции о мобильниках, поэтому с вашего позволения это я сейчас пробегу буквально так сказать очень быстро, что мобильник это генератор, генератор дециметрового диапазона длинвола, который у нас с вами лежит в кармане, причем не один. Буквально третьего дня я слышал по телевидению Медведев говорил, что 263 миллиона в нашей стране мобильных телефонов, ну вернее он немножко по-другому сейчас выразился, сосчитать мобильники уже невозможно, поскольку если я засунул сим-карту в свой компьютер, это чего? Это мобильник или нет? Но я по нему могу разговаривать. Поэтому он оперировал термином сим-карты, то есть 263 миллиона сим-карт. Ну фактически большинство из них работает в режиме, раз эта сим-карта так сказать имеется, она работает в режиме приемника-передатчика, поэтому может быть отнесена к такому же классу. Должен договориться, что все наши цифровые выводки касаются определенного стандарта мобильной связи. Мобильная связь существует не только в принятом России, уже СМ-стандарт, есть иные стандарты в других странах, они немножко отличаются, но не драматически, поэтому основные цифры, выводы касаются всех типов, в том числе и этого. Помимо телефона, мобильная связь имеет еще одну систему, еще один прием-передатчик, причем в отличие от нашего мобильника, который иногда выключен, иногда, так сказать, в режиме ожидания, а иногда вообще далеко от нас, он работает еще и в режиме базовых станций. Так вот, базовые станции стоят по всему городу, их очень много, и мощность базовых станций уже на порядок больше, чем мощность в вашем телефоне. Слава Богу, что всего на порядок в городе, за городом чуть более мощные базовые станции разрешаются, но вообще говоря, это единицы и десятки ватт, то есть это даже не свеча печка. Но, тем не менее, они представляют определенную опасность, все-таки существенно больше, чем мобильники, очень часто базовые станции стоят буквально на крышах живых домов, и это тоже представляет определенную опасность. Наши школьники полазили и по базовым станциям, ну, как бы, так сказать, поскольку это институт припладной физики, они залезли на крышу и фан, вот вы видите эту крышу, там стоят немеренно этих базовых станций, а буквально под ними работают люди. Поэтому, ребята посмотрели, померили, мы сделали некий вывод, что ближе, чем 8 метров к этим базовым станциям приближаться не стоит. Гарнитур Wi-Fi все говорят, о, вот это нас спасет, вот это колбаса. Но это тоже прием-передатчик. Работающий, правда, немножко в другом частотном диапазоне, около 2,5 ГГц, чуть более кратковолновый. Но в чем его особенность? Мощности у него, как видите, существенно меньше, чем у мобильника. Здесь мощности уже милеваттные. Как я уже сказал, это 600 милеватт, или в таком особом режиме 1,2 ГГц, то Wi-Fi разных классов это единицы, десятки и до сотни милеватт. Но они работают постоянно. Велком. А санитарный милеватт, как вы же есть? О, ну вы тогда меня перебиваете. Тогда я должен вопросы отложить на постер. Итак, эта штука работает. Причем, если это ваш бультус, который висит на вас, то это дуплекс один на мобильнике, один на ухе. То есть два постоянно работающих прием-передатчика. Ведь работает на вас не отнюдь не интенсивность, вот вы зацепились за интенсивность, да нет, конечно, экспозиция. Нужно набрать дозу. И по мобильнику вы поговорили 5 минут и, так сказать, после этого бросили, Wi-Fi у вас включен постоянно и эти 100 милеватт 24 часа в сутки въедут у вас в кармане. Вот где опасность. Wi-Fi и Bluetooth работают примерно на одном диапазоне. А вот, собственно, ответ на ваш вопрос. Было очень забавно посмотреть, как менялись импортные стандарты. Были стандарты, которые, так сказать, используются на Западе. Вот они здесь приведены, их можно найти, посмотреть, но на самом деле их старались подравнивать под потребности телекоммуникационных компаний. Это наши отечественные санпины. И здесь красным цветом выяснилось то, чему меня научили первым делом, когда я пришел как радист на работу в Институт прикладной физики. Первым делом вы понимаете, это инструкция по технике безопасности. Мы работаем в СВЧ, поэтому извольте знать. И вот эти нормы мне вбили еще в далеких 70-х годах, если на рабочем месте меньше 10 микроват на квадратный сантиметр в течение 8 часов. Вот в чем дело. Понимаете? То я могу спокойно 8 часов работать. Эта цифра получена нашими коллегами медиками-биологами. Дело в том, что тогда не было мобильников, но тогда были радиопередатчики, телевизионные передатчики, были радары, которые работали в близком диапазоне. И для того, чтобы обезопасить персонал, все исследовалось на культурах клеток, на мышах, на людях, статистически достоверно доказано, что если меньше 10 на квадратный сантиметр микроват, то статистически достоверно нет никаких изменений. Контрольная группа, обученая группа, все живут одинаково. От 10 до 50 статистически достоверно показано, что есть изменения отдельные у кого-то не всегда, не всюду, но они есть. И поэтому нам полагалось молоко и надбавка за время. То есть это как бы есть, но может быть и нет. Вы поймите, это дело очень индивидуальное. И в те же годы мы получили первый цифровой тестер и решили померить людей просто на сопротивление. Так вот, оказалось, что на два порядка люди отличаются. Есть люди, которые чувствуют батарейку, знаете, вот крону, 9 вольт, он говорит, о, я ее чувствую, она меня бьет. А у нас есть разработчик высоковольтной аппаратуры Александр Михайлович Штанюк, он пальцем проверяет киловольты. И ничего, он говорит, ну да, вроде здесь есть, а здесь нет. И когда мы их померили, его сопротивление, просто тупое сопротивление, было на два порядка больше, чем вот у Миши Апаева, которого все время долбали паяльники. 36-й литовый паяльник он не мог использовать. И вот все будет бил. Поэтому вот в той прошлой лекции было сформировано несколько предложений, как себя обезопасить от этого мобильника. Причем, детишки даже одну интересную вещь выявили, которую я все время использую, это как хранить этот мобильник в кармане. Антенку у него с обратной стороны, а не где клавиатуры. И они просто взяли, измерительный приемчик, приставили тут, приставили тут, разница 6 дБ. 6 дБ по-простому это в 4 раза. То есть, вот, укладывая мобильник вот так, вы в 4 раза снижаете потенциальную нагрузку на себя. Пустячок, но приятно. Есть еще целый ряд рекомендаций, которые я не буду сейчас озвучивать, они более-менее очевидны. Ну, например, чаще пользуйтесь смс-ками, причем, для дальнозорких людей это даже лучше, так сказать, подальше отодвинуть. Не надо их в самый глаз засовывать, не надо ночевать с мобильником, не надо в дороге класть мобильник рядышком, и ночью его тоже уберите, а лучше выключите. Вот. То есть, тут есть такой набор тривиальных мер, которые более-менее очевидны. Дело в том, что когда он начинает перемещаться, он из такого режима дежурного, когда он буквально раз в минуту посылает короткий сигнал, он начинает бешено коммуникаться с базовой станцией, и если вдруг ее не находят, переходит автоматически с режима 0,6 Вт в режим 1,2 Вт. Поэтому, так сказать, это действительно опасная вещь. Когда я вот так вот рассказываю ему аудиторию эти вещи, потом некоторые люди мне приходят и свои рецепты дают. Вот, в частности, здесь есть последний рецепт. Он говорит, слушай, а я вот тут частенько сижу в кварце на площади, минимум, там плохо берет мобильник. Я его кладу на подоконник и включаю режим переадресации на обычный домашний. Во многих телефонах этот режим переадресации есть, и когда вы сидите дома или на работе, включите его и забросите его подальше. И разговариваете по нормальному проводному телефону. Вот, знаете, такой вот режим тоже есть. Теперь я попробую краешком задеть не свою сферу, а то, что я почитал. Что же все-таки за воздействие мобильным телефоном бывает? Статистически, опять же, достоверно, хотя я должен завариться. Есть три вида лжи, ложь, наглая ложь, и статистика, поэтому относитесь к этому спокойно. Что эти электромагнитные волны влияют как минимум на три системы нервная, сердечно-сосудистая и репродуктивная. Ну и вот ирония судьбы такова, что мы эту игрушку используем ровно во хрест этих трех систем. Здесь нервная, здесь сердечно-сосудистая, ну а здесь та самая репродуктивная. Поэтому я вот сейчас продаю, можно сказать, задаром инновационную идею для тех, кто выбросит на рынок совершенно новый способ хранения по типу как у ныряльщиков ножи и у бандитов пистолеты. Сделать кубу на игру ноги. Там эти все органы достаточно удалены, я думаю, на рынке это будет пользоваться просто. Но повторюсь, все это очень индивидуально, зависит от многих факторов, поэтому как бы, так сказать, ребята исследовали разные телефоны, разные типы телефонов по-разному работают. Я не буду комментировать вот эти картинки от моих ребят, но в итоге, так сказать, вы просто взяли и прокопали. Итак, есть целая куча аргументов против телефонов и их в основном излагают корректные и правильно люди, предлагающие не вполне корректные меры защиты от мобильников. Ну, они зато это все знают и говорят правду. Причем, некоторые еще предлагают средства диагностики, вот в этой части им тоже верьте, потому что диагностические приемники, ну, их, конечно, можно купить и промышленные, но сейчас их, так сказать, продают тоже в таком компактном формате, их можно поверить, убедиться в том, что они меряют реальный фон, ну, и как бы покупайте, тут возражений нет. Но в то же время по заказу телекоммуникационных гигантов проводится исследование в обратную сторону, и здесь вот та самая третий вид лжи играет на руку и, в общем-то, здесь есть аргументы и в обратную сторону, что нет доказанных надежных, так сказать, фактов, когда, так сказать, на кого-то это серьезно, вредно повлияло. Поэтому здесь идет некая борьба мнений, борьба, так сказать, исследований, если хотите, поэтому верьте, кому хотите и думайте, но я всем привожу вот эту картинку по поводу того, что это все очень сильно индивидуально. Пять лет назад прошла новость, что скончался самый везучий японец. Вот, собственно, это его картинка, фотография. Чем он знаменит? Он поехал в гости к родственникам в Хиросиму 6 августа 45-го года. Не знаете, так что было там. Вот, облучился, попал, так сказать, по полной программе, обгорел и поехал домой лечиться 9 августа у двухдома в Нагасаки. Вы знаете, что было в Нагасаки 9 августа. То есть, это единственный человек, который попал под две атомные бомбардировки, имеющие место, так сказать, на Земле вообще. Но, факт, в чем состоит, помер, он 5 лет назад в возрасте 93-го лет. Поэтому, ну, каждый по своему. Погиби не выгодили. Я пока этого не нашел. Но, говорят, лысеют. Вы обратили внимание, в 93-е годы он махматенький. Про детей ничего не могу сказать. Но, с другой стороны, сейчас есть очень мощное движение, и люди страдают от вот этого фона. Причем, так сказать, как только они вырываются из этого электромагнитного фона куда-нибудь на природу, отказываются от мобильника, им становится лучше. Ну, как я уже сказал, в окрестностях обсерваторий сейчас вообще запрещено, используют все электронные средства, и поэтому народ начинает пучковаться вокруг них. В частности, в окрестностях поселка Гринбенк, где 100-метровый телескоп и тотальный государственный запрет на использование любых радиоэлектронных средств уже образовался целый поселочек от этих людей, страдающих этим заболеванием. чувствительность к допустимым нормам, обращаю внимание, именно к допустимым, то есть вроде как все нормально, а они, вот так сказать, у них головная боль, чесотка и все остальное. Ну, и здесь я должен поговорить немножко о известных хорошо медицинских кругах эффекте плацебо и нацебо. Известно, что средства защиты, которые сейчас нам предлагают на рынке, которые объективно, с точки зрения физики, работать не могут. Ну, понимаете, ну, это полный бред, если вы повесили какую-то жестянку рядом с передатчиком, если она не заглушила на ночь эти электромагнитные волны этого передатчика, значит, он не перестал работать. Значит, все это и есть. Это, иначе, это было бы просто полная чушь. Но если вы верите, вера великая сила, опять же, статистически достоверно доказано, что если вы будете в это верить, то эта фитюлька, которую вы наклеите на ваш телефон, как минимум на 20% снижает все заболевания и все остальное. То есть, статистика говорит, что это так. Кстати, в обратную сторону, эффект нацеба, он тоже известен и доказан, когда людей проверяли, вот, если у нас тут сейчас включен Wi-Fi, как вы все чувствуете? Тут надо начинать чесаться дальности. Вот, не включали, а они уже чувствовали. Так что, здесь есть очевидные вещи, с которыми как-то надо мириться, надо это отчетливо осознавать, понимать. И зоны, свободные от электромагнитных волн, они есть в транспорте, например, очень часто написаны. Вот, запрещено, видите, картинка. В окрестностях телескопов и так далее. Пожалуйста, вы вправе выбирать сами. Более того, есть рекомендации Еврокомиссии. Это официальный документ европейцами изданный. Изданный он, по-моему, лет пять назад. Вы его можете почитать. Вот, примерно то же самое, что говорю я и что наизучали наши школьники. Поэтому можно перейти сейчас к выводам, но прежде чем так сказать, и как-то огласить, я бы хотел рассказать еще про одну вещь, которую я на собственной шкуре испытал. Несколько лет назад ко мне пришел замдиректора нашего института Голубев Сергей Владимирович говорит, «Вячеслав Федорович, тут вот инновационный проект вот такой толщины. Надо бы рецензию написать. Хотят перенастроить всю нашу силиконовую долину Нижегородскую на выпуск защитных средств уникальных совершенно. Теперь они не будут приниматься производить защитные средства». Но вы знаете, в те годы как бы и ГНИД, и телевизионный завод, и НИИС испытывали определенные финансовые затруднения. Ну, я открыл папку прямо у него в кабинете. Там предлагается перенастроить выпуск всех наших радиоэлектронных продуктов на выпуск защитных средств от вредных электромобильных разлучений. Описание, там все, экономика посчитана, всевозможные сертификаты, санэппетентация, патенты. Ну, то есть, в общем, настоящий хороший проект. Денегам надо было сколько-то миллионов долларов, и все перенастроено, и все было нормально. Что из себя представлял этот прибор? Это печатная плата из текстолита с определенной топологией, достаточно остроугольной, то есть топологией таких рваных проводов. На ней нет ни одного активного элемента, нет ни одного пассивного элемента, то есть ни резисторов, ни конденсаторов, ничего, ни даже батареек. Ничего нет. Стоимость производства этой поделки, включая футляр, 5 центов. Стоимость продажи 5 долларов. Экономика катит в лед. Ау. Ну, я посмотрел, ну, вот выбрось, он говорит, ты посмотри, от кого пришло. Пришло губернатор, поэтому надо зарядить народ. И я зарядил всю свою на предмет написания рецензии по этому документу. Две вещи я не смог отбить. Одна вещь экономика. Идиотов в стране очень много. И когда за 5 центов производишь продукт продаваемый за 5 долларов, экономика у тебя пройдет. То есть я был выражен признать, что экономически этот проект состоятельный. Морально, конечно, не очень. И я не смог отбить вот этот эффект, 20% плацеду, который имеет место. На самом деле я считаю, что он даже не оценен. Если вы верите, то, наверное, атомная бомба вам будет не страшна. Но здесь надо серьезно верить. Эти два аргумента я не отбил. Все остальное числом 10 штук примерно мне и моей команде, правда, мы еще Бориса Шахова привлекали, медика, сейчас он редко, по-моему, то есть он тоже нам кое-что писал. Мы изучали внимательно все бумаги. Итак, патенты. Мы прокопали патентную базу, написали в нашем заключении. Два патента не поддерживаются, один патент не о том, а этот патент вообще отсутствует в базах. Дальше там было написано, что академик такой-то он, так сказать, это все придумал, у него все это напечатано, опубликовано и все такое. Мы пишем скромно, академика такого-то не удалось найти в базах ни одной из государственных академий, включая академию художеств и патриотических наук. Публикации, да, действительно есть публикации, там в комсомольской правде и где угодно, но мы вынуждены были констатировать, что нет ни одной публикации в рецензированном журнале. Следовательно, эта научная инновация не прошла экспертиз нигде и ни разу. Дальше, есть положительные заключения санэпидстанции, мы внимательно изучили это положительное заключение санэпидстанции, оно гласило о том, что это устройство абсолютно безвредно. А кто сомневался, господа? Ну и так далее, то есть по всем этим позициям мы были вырождены написать это заключение, и это мощное заключение было отправлено в адрес нашей администрации и я считаю, что вот вместе с Голубым и Шаховым таким вот образом мы спасли нашу силиконовую долину, она по-прежнему выпускает ту продукцию, которой она занималась и я очень горд этим. Поэтому, господа, ну вот делайте выводы сами и жизнь, конечно, страшная летняя штука, не отмирают и отказаться от этого прибора нельзя, просто надо трезво оценивать все эти вещи и минимизировать эти возможные последствия. При этом, ну, не надо верить шарлатанам, господа, верьте здравому смыслу, а если что-то, так сказать, непонятно, но обращайтесь к профессионалам, я думаю, они вам объяснят. Хотя, конечно, и профессионалы тоже порой покупаются, поскольку некоторые из выводов, которые в том заключении были, были более-менее, так сказать, проведены исследования в каком-то белгородском, так сказать, вузе группа аспирантов под руководством какого-то кандидата наук, шибло денежек и чего-то там намерило. Ну, выборки мизерные, как бы, вот та нормальная процедура, которая предусмотрена до клинических и клинических испытаний, конечно же, не проведена. То есть, это было, ну, вот, четко, так сказать, попробовали, ну, что-то намерили, что-то посмотрели. Есть еще один забавный вывод, который вот подкрепляет меня в том, что нельзя отказаться. Автомобиль еще более вредная штука. Сто лет назад, примерно, автомобиль ворвался в наш быт, и, как вы знаете, 30 тысяч покойников ежегодно на дорогах остается из-за этого автомобиля, никто же его не отменяет. И способ, как эту блюду издуть, уже сейчас понятен. Уже все грамотные люди говорят, что мы можем избавиться буквально завтра в одночасье от этих 30 тысяч покойников, ну, там, на два порядка снизить эту смертность, если введем тотальный контроль, который мы уже при помощи этих средств в состоянии сделать. И пока тотальный контроль за транспортными потоками не введен только по одной причине. Как бы не разрегулированы правовые последствия. То есть там пока, во-первых, нет политической воли, у нас же все равно, кто-то все равны, а кто-то ровнее других, а если там контроль будет тотальный, то это будет все видно. Ну и потом не урегулированы, повторюсь, правовые последствия, а кто будет отвечать, если у меня сработала система, ай, какой тут козел на меня наедет. Ну, в общем, тут вот сейчас занимаются только этим. Технически, при современном уровне техники, автомобиль может стать абсолютно безопасным. Ну, а раз так, то мы можем верить совершенно надежно, что при грамотном подходе, технически грамотном подходе, и все наши радиоэлектронные средства тоже могут стать безопасными, безвредными. Но здесь нужно просвещение, нужно, чтобы люди все это отчетливо понимали. Ну, вот по мобильнику просто не увлекайтесь, господа. Вот тот санитарный предел, про который я вам говорил, ну, в зависимости от марки, от типа, вы исчерпываете там от 10 до 30 минут. Да, 10-30 минут в день разговора, наверное, это где-то в пределах вот тех экспозиций, про которые говорили в 60-х годах. Но если больше полчаса, вы уже попадаете в ту зону, которая, ну, как бы осознанно рискует. Может быть, вам повезет, как там у японцев, может быть, нет. Но в любом случае я призываю вас беречь молодое поколение, поскольку у детей и жировая шкурка потоньше, и кости потоньше, и то электромагнитное излучение, которое проникнет в них, оно может повлиять более драматически, поскольку организм развивающийся. На что он там повлияет, и куда оно покатится, не ясно. Поэтому вот это, пожалуй, основные выводы, которые мне хотелось бы вам произнести. А сейчас я еще имею 7 минут, два, пожалуйста. Неужели все вопросы отпали? В прошлый раз мы натерзали много дольше. санитарные нормы западных стран много больше, чем в нашем. Да. Объясните, пожалуйста, если вы хотите. Дело в том, что у нас традиционно была жесточайшая санитарная эпидемиологическая служба. И она действительно таким образом эти все исследования провела. И у нас они расходились очень сильно. И иностранцы постепенно начали приближаться. И вот цифра в 100 она сошла с начальника этого века. И мы чуть-чуть поднялись. И они к нам пришли. То есть да, действительно так. Но вы понимаете, вот это плохо. Наша страна была сильно битой. И у нас санитария работала на высоте. Сейчас и всевозможные противочудные станции разрушены, и сам пятнодзор занимаются было знать чем. Это действительно страшное дело. Но вот исторически мы здесь были лучше всех. То есть на порядок увеличивается? Да. Пожалуйста. Вы упоминали, что выяснили, что нельзя шить ближе в 8 метрах к основным станциям отдельных абиратов. А в жизни такое встречается, что ли, что ли, жило там действие или нет? Вы знаете, такого исследования я не проводил. Но я опять же в силу того, что и это сильно индивидуально, и даже разные станции по-разному излучают. Это вывод частный, конкретный, касающийся базовых станций, набора базовых станций, стоящих на крыше панеля. Там превышение этих санитарных норм наступает на дистанции в 8 метрах. А дальше квадрат расстояния. Все-таки моя лучшая защита это удаление. Квадрат расстояния, он и есть квадрат расстояние. А это зависит от диаграммы направленности вашего излучателя, но поскольку подавляющее большинство мобильников работают в универсальном положении, значит, диаграмма там достаточно широкая. Поэтому примерно так. Хотя в базовых станциях для того, чтобы сконцентрироваться влучение они постарались придавить лучи ближе к земле. То есть там я на одной из картинок показывал. То есть там зенитного луча практически нет. Там она по периферии. В Сан-Пене диапазон не разбивается? В Сан-Пене диапазон не разбивается. Вы совершенно правы. Но знаете, давайте так. Что вызывает, это не важно. А вот с точки зрения глубины проникновения, а вот дальше уже пошло и поехало. Действительно вы правы. Но большинство радиоволк, большинство вплоть до вмиговолк, они прошивают наш организм довольно просто. То есть сантиметровые поглощения они, так сказать, на сантиметрах проходят. Вот. Вот когда вы берете миллиметровые, тем более субмиллиметровые волны, вот тут уже вы проникаете буквально на миллиметр. Поэтому повлиять, скажем, на печень, на почки, на другие органы, на тоже спинной мозг, где-то кроветворное процедура всякие. Наверное, этими волнами нельзя. Поэтому это играет роль. Но как я уже сказал, вот эти волны миллиметровые, у которых проникновение меньше, они не очень распространены. А в основном распространены дециметры. А дециметр пофиг. То есть в общем тут все близко. И сантиметр кстати тоже. Да, кстати. Но знаете, как всегда я где-то в 80-х, 90-х годах слышал, что наши верещат по поводу крылатых ракет американских. Я думаю, нифига себе, я здесь в политехе изучал крылатые ракеты производства 50-х годов. Но, понимаете, так и с пушками тоже. Американцы изобрели тему веща. Поверьте, вот такое родооружие оно и у нас тоже есть. Это никакая не проблема. Причем вот если это оружие сдвинется в сторону микроволок, длина волны там 2-3 миллиметра, там 5 миллиметров, оно не глубоко проникает. Но эффект дает потрясающий. Это даже рассматривается не как оружие, а как антитеррор. Вот толку надо разогнать, которая агрессивно настроена. Да, вы эту пушку поставили и нам разбежит свизг. Это такое оружие есть. Вячеслав Анатольевич, расскажите, пожалуйста, получается, что сейчас в нашей стране нет серьезных исследований по разработке защиты от электромагнитных излучений. Я просто к слову того, что вы сегодня уже сказали, Солнце источник электромагнитных излучений и как же исполнить работу Чижевского. А он в свое время разрабатывал проект по защите от геомагнитных возмущений прежде всего человека. Даже предполагалось создать некое экранирование операционных, в которых предполагалось реабилитацию проводить пациентам. Это все ушло вместе с Чижевским, потом не возродилось. Вот что сейчас мешает? Нет, мешает мы, наверное, можем подозировать не знаю. А вот есть такие исследования? Мне такие исследования не помогали. И более того, все-таки Чижевский в большей степени касается вопросов геопагнетизма и вот того потока частиц, который, так сказать, нас земля подбирует. Мы все с вами живем в условиях магнитного зонтика Земли. То есть помимо атмосферы нас с вами еще защищает магнитная поле Земли. и это очень большое благо, поскольку это магнитное поле отклоняет поток частиц. Это уже не про электромагнитное поле. Электромагнитному полю в общем-то это пофигу, оно его не чувствует и не взаимодействует. Поэтому солнышко светит на нас. А вот эти все частицы энергичные начинают огибать. и тем не менее что-то проходит и здесь есть вот это влияние. И вот с этим в основном боролся Чижевский. Моя лекция все-таки больше касается электромагнитных полей. Я как-то хотел остановиться на этом. Хотя и с электромагнитными вещами тоже занимались, боролись. Мне сейчас ничего не попадает с этой темы. Попал с картинкой сидит молодой человек в алюминиевом копаке. Я посмотрел посмотрел я не увидел заземление. А если разменивали компакт без заземления то профессионалы вам скажут как бы перенаведется. Скажите пожалуйста а вот как или кого надо приглашать чтобы определить во время помещения живем и при работе это кто-то может определить? Ну вообще говоря вы можете это и сами определить потому что приборы они существуют на рынке если как так но формально я подозреваю что это зона ответственности самопредстанции или как сейчас называется Роспотребнадзор вы напишите им телегу и они на предприятиях наставят компьютер в одну маленькую помещение это вредно или не вредно? Я думаю что вредно А как доказать тому же самому начальнику что вы не умеете сажать 20 человек с компьютером в одну маленькую комнату есть зомпины есть приборы есть я просто вам не привез ему этот прибор сюда вот телевизионки все это у нас тут были они зашли если формально то да но мне кажется что эти приборы доступны в других местах там даже без приборов простите пожалуйста 4,5 квадратных метра на один компьютер с ЖК монитором как стоит сейчас у нас по-моему полагается на такое рабочение СМИ-6 если он с электром нечетный 3 квадратных есть если у вас еще сезон сезон все верно за земление тоже кстати играет наш дорогие друзья к сожалению сегодня не очень хорошая дорожная обстановка а мне нужно на вокзал я хочу вас поблагодарить за внимание еще раз спасибо